Ребята, гребем, гребем отседова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Птички поют. Соловей, соловей, пташечка, шала пропоет. Приходи, балдеет, сели на воду. Короче, добрый день, друзья, сегодня снова с вами Вальдемарко. Наверное, то, что когда гребу, она сильно гремит. Ребята, мы опять на даче. Погода вроде бы сегодня будет более-менее. Мы решили маленькой на лодке прокатиться. Вот, наконец, траву костит, наверное, шумно будет. Как хорошо, ребята, как хорошо исключительно. Когда еще была погодка есть, да? Вообще прелесть, просто прелесть. Я давно не стал именно поиметь такой вот участок, чтобы на берегу было, чтобы можно было там с семьей отдыхать, шашлычки делать, ребятки. Это исключительно. Была у меня мечта, и она у меня, ребята, мечта сбылась. Так что, поверьте мне, мечты сбываются, ребята. Мечтал я об этом уже давненько. А вот мы же выплыли сюда. Вот так именно все это выглядит, красота. Видите, ребята, тут все у нас соединяется в основную речку. Там, где у нас находится, да, это просто как везде. Не то, что это канал, мы просто не прокопали здесь, именно для слива воды, чтобы было. Ну, здесь у нас там тоже глубоко нормально. А здесь нам сейчас соединяется, влекает, алюльно называется. Вот эти люди где-то работают, шумят. Прекрасно, великолепно. Мы можем гриб скидать. Шумноватая, конечно. Отлично. Там я, ребятки, говорю, что мечты сбываются. Надо просто к этому стремиться. Этот участок, я, наверное, уже когда узнал, что есть такие участки, именно у нас, вот, недалеко. Я не помню, сколько, как долго я ждал, чтобы где-то место освободилось. Я сюда приезжал, искал, с кем можно поговорить, чтобы найти это место. А тут, знаете, сколько было места, заросшие. Ну, просто они чисто заросшие. То есть, хозяин есть, но он ничего не делает. Потому что сама плата-то недорогая. Тут 50, 52, 53. Ну, в зависимости, какой у вас этот самый, значит, участок. Вот там, я говорю, до 60 евро, наверное, не дотягивает. Очень дешево. И люди просто так имеют этот участок. Да, они платят в год. Я имею в виду в год. В год 50 евро, 52 мы платим. Вот люди поэтому платят деньги в год. Но они даже тут и не бывают. Все заросшие. А знаете, мне было как-то обидно. Ну, жилки палка. Вот человек вот есть, а у нихера там ничего не делает. А взрослый, можно его понять, да, но он платит же деньги. А хозяин ему по барабану. Человек платит, и все. Вот, я долго тут ходил, потом познакомился. Что, из-за одного высока было тоже. Он шофером у нас работал на работе. С ним поговорил. Он, ягод, скажу, еще будет это самое. Мы купили только, да? Ягод, скажу, обязательно, если освободиться, кто-то будет продавать, я обязательно тебе скажу. Потом, когда на работе тоже разговор был, зашел. Это самое. Я сказал, что я бы хотел, что там участок такой есть. А один мой на работе коллега говорит, слушай, у меня отец там тоже у него в этой даче. И он, по-моему, сказал, что там одни хотят его продавать. Ну, я думаю, окей. И вот до этого телефон. Все, он мне там телефон дал. Значит, мы позвонили этим людям. И сказали, да, мы ее продаем. А я такой доволен был. Ребята, вы бы видели, какая у меня морда была довольная. Не то, что я уже урвал это, да? А то, что люди продают. У меня была уже надежда, что все-таки я урву быта моей. И это было, по-моему, в субботу. Да, Валентина Ивановна позвонила. Мы переговорили. Сейчас в Патри Петра, наверное, будет это самое. Говорит, мы переговорили. А была как раз суббота. И мы договорились о встрече на воскресенье. А я подумал, подумал, подумал. Нет, лучше надо сейчас, прямо сейчас ее забирать. Дай бог, кому ее еще продадут. Там еще раз перезвонили. Давайте мы сейчас приедем. Давайте приезжайте. Они хотели 250 евро, по-моему. Алло. По-моему, они хотели 250 евро. Я, по-моему, за 150 взял. Сейчас точно не помню. Участок весь был заросший. Даже если у нас где-то видео в начале там. Но я был доволен. Я был очень доволен, что у нас она уже есть. Вот это в этом крути, смотри. Это жлотка, я разнимаю. Ну вот. Все, я был доволен. Я не смотрел, что там работы будет много. Все это мы сделали. Потихоньку, потихоньку. Но я и не спешу. Ребята, я отдыхаю здесь. Я вот приезжаю. Надо сделать, допустим, это. Надо сделать то. А я вот сяду и сижу. И размышляю. Вот это надо сделать. Это надо сделать. Закину улечку. И вот получается раз, и время уже прошло. Даже не замечаешь. Это просто прекрасно. Это просто прекрасно. Ребята, ты познаешь, что в жизни не главное все вот это, знаете, автомобиль какой-то у тебя должен быть крутой. Или какой-то дом крутой у тебя должен быть. Конечно, мне сейчас проще, наверное, говорить, потому что у нас уже все это есть. Ну, пускай машина не крутая. Ну, машины ездят, машины ездят, домник свой есть. Тоже он не такой крутой, не такой-то дорогой. Ну, это все у нас уже это есть. И поэтому сейчас уже как-то мысли такие приходят. Зачем это все надо? Радость в чем? Радость вот так вот приехала сюда. Ты отдыхаешь душою. Вот это и есть, наверное, самое то, когда твоя душа отдыхает. Это просто великолепно, ребята. И даже вот мы когда сюда приезжаем, и тут так с аппетитом кушаем, да, Эрикардик? Что-то приготовишь, такой аппетит хороший. А потом, когда домой приезжаешь, так хорошо спится, да? Я обычно, ребята, ну, сколько я могу там спать? Обычно я где-то сплю, ну, я не знаю, где-то 5 часов, наверное. А иначе постоянно я просыпаюсь. А тут, когда мы были с приходом, часов в 8 мы, наверное, просидели. Ну, так, ну, многовато было времени, мы просидели. Ребятки, я потом спал аж 8 часов. Это где-то, наверное, в течение, наверное, 10 лет первый раз такой, чтобы я мог спать целых 8 часов. Поэтому я говорю, это великолепно. Мне просто нравится. Сегодня у нас суббота. А сегодня у нас воскресенье, вернее. Завтра, понедельник, выходной тоже у всех будет. Поэтому, видите, люди сейчас приехали. Кто косит траву, сейчас они тоже будут грилить. У нас соседи тоже наши ребята приехали, русаки. Они тоже сейчас будут там грилить, отдыхать с семьёй будет. Я говорю, великолепно. Как, Рихадик, тебе вообще нравится здесь на природе? Да, слично. Хорошо, да? Хорошо. Тем более, сегодня ветерок, ветерка нет, такая погода исключительно. Вчера ураган был маленько. Скорее всего, они, наверное, в воду спустили. Потому что когда мы вчера рыбачили, поздно вчера, да, Рихар, там воды больше было. Сейчас вообще вода сейчас упала. Или, может быть, будет на днях дожди, наверное. Поэтому они регулируют. Вот так вот, великолепно, видите, красота какая. Красота. Я говорю, зимой плохо, что здесь не замерзает. Я думаю, тут зимой можно было порабачить на окуня. Что подобно он тут есть. И ловим на удочку. По-любому он есть. Какая красота. Жизнь хороша и жить хорошо. А хорошо жить, ребята, еще лучше. Помните, с кинофильма, да? Не, великолепно, ребята. Желаю вам тоже всего самого хорошего, доброго. Выезжайте, ребята, на природу. Тем более, сейчас, когда лето, вот тепло. Обязательно надо выезжать на природу с детьми. Почему бы и нет? Конечно, сейчас каждому много мяса кушать нельзя. Вредно для здоровья. По-барабану, ребята. Придет зима, будем худеть. Не? А летом это великолепно. Потому что на природе исключительно аппетит хороший. Настроение хорошее. Еще погода хорошая. Вообще, обалдеть можно. Что вы скажете, конечно же. Вальдемарка расхвалил. Ребята, ну оно так и есть, честно. Оно так и есть. Не то, что я расхваливаю. Оно так и есть. Ну иди, какая повода. В улице, в принципе, Всего 19 градусов тепла, да? Оно великолепно. И не жарко, и не холодно. Да, Рихард? Великолепно. Я говорю, я рад. Я рад, что у нас получилось все-таки. Что это есть дача. Я еще смотрю теперь в другом месте. Вообще, у меня теперь, ребята, знаете, какая мечта? Вообще, озеро заиметь. Большущее озеро. Вот играю в лотерейку. Дай бог выиграем, да? И я себе куплю большое озеро. И все, все озеро будет мое. Вся рыба будет моя. Да я ляжу, ребята. Да, конечно, было бы неплохо, чтобы деньжат бы деньги взять. Так вот выиграть. Можно было какое-нибудь озеро купить. Наверное. Не, не великолепно. Все, ребята, пока. С вами был Вальдемарко. Ставим лайки, балалайки. Ребята, обязательно не забывайте подписаться в Инстаграм. Ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик. Ну, чтобы вы знали, когда новое видео выходит. А тем более в Инстаграме. Ну, сейчас Рихард, конечно, у него тоже отпуск. Он очень много фотографирует. Очень много какие-то кусочки видео снимает. Даже, ребята, у нас есть на Инстаграме такие кусочки видео, которых у нас, это у нас в моментах вообще видео нету. И никогда их не будет. На Ютубе нету этого. Просто в Инстаграм их специально делает. Мы будем стараться и дальше так же продолжать. Может быть, даже и будем делать подлиннее, чтобы там были видео в Инстаграме. Ну, как-то так будет. В дальнейшем, да, Рихардик, может, так и будем делать. Слыхайте, ребята, да, как я грибу. Короче, ребятки, у нас новый микрофончик. И поэтому, зацените, как наш микрофон работает. Он у нас волосатый стал. Все, ребятки, пока. Ставьте лайки, баллы. Как я уже сказал, подписывайтесь на канал, Инстаграм и так далее. Все у меня есть в описании. Все у меня есть на канале. Все можно там найти. Пока, давай. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...